привет друзья это корен и блок филы трехи меня зовут фил и наконец-то с небольшим запозданием за май выходит видео о чернике рубрика на вкус и цвет мы закупили тучу всего еще тучу всего мы не закупили мы не нашли нахлу забыли мастхэвчик увы и ах но про них мы сегодня расскажем а про курим мы сегодня чебака дафт альфа киров зал кобра сатир элемент и дарксаль уже у меня курица чебака и будем сейчас рассказывать наши впечатления об этих продуктах итак друзья к сожалению есть небольшая погрешность вопросе черники не будем скрывать что чебак является нашим партнером строчку вставочку здесь вы внизу видели и мы сегодня снимаем видео черники но у этого чайного бренда черника представлены в комбинации с мят поэтому скорее всего я даже не знаю стоит ли сразу говорить о том что этот продукт не победит мы наверное знаете что попробуем сделать мы естественно как обычно расскажем как этот вкус применим в разных миксах расскажем какие у нас впечатления от черники данного продукта если мысленно выкинуть оттуда мяту но я думаю уже на конечных итогах мы сами примем решение стоит ли вообще включать чернику с мятой в общий рейтинг черник или нет но самое главное что должен получить производитель это рекомендации по применению для конечного потребителя поэтому давайте распишем финальный результат уже сам собой образуется и так из упаковки нас встречает аромат довольно таки интересный наверное схожий чем-то с нахлой альфа киром черника это вопрос такой очень спорный потому что он бывал раньше двух видов это альфа ч-образные и блюмист образные варианты скорее всего у нас большинство вариантов представленных сегодня будут разделяться первой или второй категории но недавно дав задал интересный вектор который поддержал мастхэв это более йогуртовая такая черника ты ее пробуешь и понимаю что очень сладкая немножечко действительно йогуртовая и кроме как кондитерку и мало куда можно применить не заглушая кондитерский привкус ладно вернемся к описанию чебак это как по мне ближе история именно про альфа кир но чуть более понасыщен и менее такой земельный привкус чуть более приятный наверное это ближе к настоящей чернике плюс есть действительно свежесть от мяты ребята кстати выкатили 200 граммов очку контейнеры удобные деле фуковские скажем так удобно единственно них минус что естественно если стоит контейнер на контейнере то неудобно нижний контейнер достать то что бортики собственно сплошные так ты ничего прям не выковыришь ну и чё в принципе контейнер это всегда удобно 200 грамм для хорики прям вперед плюс есть прозрачные бортики чтобы видеть общий уровень вкуса я придумал эту чашечку я курю уже полчаса точно именно с ним и поэтому и начали имя то здесь не то чтобы пропало но свежести здесь не присутствует есть некий привкус мяты я бы сказал что этот вкус уже все ближе и ближе голой чернике это наверное хорошо для нашего скажем так обзора вкусов в разрезе именно попадание в аромат черники но не очень хорошо наверное примитивны к самому продукту хотя мята это такой аромат который глушится одним из первых по моему субъективному мнению опять же друзья что ж эта черника идеально подходит для ягодных сочетаний просто на ура так же как и в морсовый принципе сегодня большинство черник будут относиться либо к ягодам либо к десертам либо к морсам либо к чаям вряд ли что-то еще вам интересное может прийти в голову когда вы думаете как же обыграть чернику и так черник чебака действительно чумовая штука для морсов для обычных ягодных комбинаций для чайных тоже подойдет интересно потому что все мы знаем что чай это история нормальный ароматизированный чай это история когда у тебя нету жирного супер сочного фруктового вкуса это что-то фоновое приятное дающее лишь небольшой намек на то что тебя присутствует ягода поэтому черника за счет чебака за счет того что она не химозная не скажем так химически насыщенная а приятно насыщенная в меру че тоже подойдет довольно таки универсальный продукт получился поэтому уже лайком можно поставить но я уже кстати заранее знаю кто скорее все победит нашей передачи сегодняшний но не будем избегать вперед и так дальше у нас идут алины дафт и кобра поэтому переходим сразу к ним едем дальше как раз я уже сбежал вперед немножечко рассказал вам про дафты давайте сейчас уже и прокурим йогуртовая мягкая приятная черника молочка здесь практически не чувствуется ее здесь наверное нету но ассоциация с йогуртами здесь прямая по вкусу можно предположить что это действительно уже близко к вот такому вот делу действительно к йогуртам то ли ваниль то ли молочка то ли карамель но перегретый даст это пиздец приятно заходит сильно в кондитерские сочетания в сладкие ягодные если это речь идет не о терпких морсах а каких-то сладких типа доброго сладкие ягодные сочетания заходит на ура в принципе какой-то нейтральный ягодный сладкий фон тоже неплохо заходит под всякие крема найдет крем ягодный джем и тоже залетает почему бы нет достойные достойный экземпляр из категории крепких черник поэтому почему бы и нет переходим дальше я наверное пока у нас греются другие чашки пока меняю дав я вам наверное вкратце расскажу о тех табаках которые мы с вами не взяли не взяли мы с вами именно мастер и не взяли мы с вами танж с нахлой щипцы blade в охерительнейший раскраски не прямо любители контра страйка наверное это оценят ром ты в контре как вообще нормально это в контре заебись а прикинь если если blade короче ебанет свои щипцы в контру загрузит виде ножа для ребят это охуительный день я не знаю сколько это стоит но просто по приколу сделайте это будет смешно блять я бы контру даже поиграл разочек ради этого и так станжом все на самом деле сложно с ягодами потому что нормальные ягоды утонжает вишня это клубника без киви естественно и наверное черника 2005 все остальное бойзенберри шносбери блюбери брамблберри блэкбери это все резина поэтому я их даже рассматривать не стал в контексте обычной черники мне не совсем не нравится видосик все-таки выходит на нашем канале а значит все таки есть немножко субъективности мы все оцениваем немножко субъективно но если вы нас может значит нам хоть немножко доверяйте так вот танж это все таки история про резину и ягоды там больше подходит под какие-то скажем так нейтральные комбинации не стоит рассматривать их как ягоды стоит рассматривать как просто что-то кислое что-то сладкое и уже играться именно непосредственно станжом или с каким-нибудь нахлой очень люблю между прочим танж с нахлой особенно старый вот те же неприятные мне бойзенберри шносбери брамблберри блюбери и блэкбери закидывать с фахпахинским лимоном просто на ура это просто фантастика очень советую нахло это тот продукт который стоит рассматривать очень близко к альпакеру их сравнивают между собой и говоря раньше год назад о лучше черники все говорили нахлой альпакер просто делились на два лагеря на самом деле на разница небольшая разница в том что нахло немножечко послаще давайте разберемся с вами с альфачом чтобы вы поняли что такое нахло и немножечко вас введу в путаницу маленькую говоря про маст хэв который мы также сегодня не взяли его стоит сравнить именно с давтом он также довольно приятный сливочный сладкий и я думаю это вкус и который между собой очень сильно перекликаются поэтому если вы пришли за давтской черника оказался маст хэвчик берите не пожалеете скорее всего альфакер его величество чернику этого все пробовали на давайте для галочки мы рассмотрим пахнет скажем так землей вроде бы какой-то ягодой не скажу что прям черникой но вкус скажем так уже слишком привычный чтобы я пытался как его дополнительно писать мне он не нравится мне больше нравится нахуй несмотря на то что нанесен отличается на чуть послаще альфач это совсем не яркая ягода она подходит просто вот те же самые как и чувака морсовое сочетание просто ягодный фон если вас попросят сделать кальян со вкусом черники бить в чистую альфакер будет скорее всего ошибку потому что люди не увидят того самого яркого вкуса ягоды и необходимо усилять чем-нибудь чем угодно абсолютно любой ягоды черной смородиной вишни клубникой пожалуйста только не бейте в чистую потому что это будет не попадание в заказ ребят честно скажу поэтому альфач скорее всего у нас сегодня не победит при всем моем уважении к этому гиганту соответственно пронаху то же самое только иметь ввиду что она чуть послаще и к ней чуть чуть больше скажем так доверия за стойкой давайте наверное переходить уже дальше следующий на очереди у нас будет кобра поскольку нагреется на линии нам надо с этим делом распитаться побыстрее крепкая линейка ковры для муэрта это значит что мы сейчас с вами возможно отъедем из упаковки да и в принципе если вы смотрели видео с выставки хуклаб шоу вот здесь она появится вы наверное видели впечатление или к обзарю а вон там появится впечатление или к обзарю в своем же продукте он говорил что это блюмистовая история я спросил нравится ли она ему не помню что он ответил много решит и история именно блюмистовая да если вы знаете что такое блюмист старбас легендарнейшая черника 3 мне кажется там уже где-то показывает большой палец когда речь идет о блюмисте вот вот видите и скорее всего такие представители данного обзора как кобра сатир уже заранее 3 например заходит итак из упаковки пахнет блюмистом я не могу к сожалению меня нету такого словарного запаса чтобы описать как пахнет блюмист какая-то химия землей в перемешку с черникой с чем еще 3 чем пахнет блюмист молочная химозная черника конец цитаты итак прокуриваем ли мой рта от кобры действительно она чуть чуть более скажем так спокойная в отличие от старбасовского блюмиста я бы сказал что это даже старбасовский блюмист смеси с эльфачом не особо яркая черника мне она не нравится но скажем так если у меня этот вкус был я бы нашел ему применение потому что он очень фоновый он действительно очень фоновый он поможет даже ровно как альфа кирнахло он может быть нейтрализатором если у вас слишком яркая эта смесь в чаше вы можете спокойненько и сприснить 15-20 процентами черники у вас появится небольшой привкус какой-то фоновой ягоды но скорее всего вкус останется просто чуть менее ярким это хорошо в некоторых случаях это более так сложной миксологии но почему бы нет у нас канал в принципе о миксологии поэтому говорим все все что думаем вкус мне не понравился но применение найти ему можно узко специализированное но можно двигаемся дальше а на этом все друзья курить кальяны любите своих женщин и пока-пока да откуда у вас столько табака господи сколько табака здесь столько табака мы купили на сайте уже а кстати по промокоду филатрёхи будет еще больше так что берегись братишка самым последний наверно у нас будет курица элемент потому что даже наш оператор который не особо шарит в кальянах понимать что этому делу греться и греться давайте начнем с десочки потому что на фанале единственный не смогла баски у нас тут представитель это облако до этого мы прокурили на аринах смогла баских ребята делу таллины довольно таки спорные знаете на минут десять-пятнадцать для дома это нормас а вот скажем так полноценный покур вряд ли потому что тягу убивается напрочь чтобы не убивать тягу вам эту чашечку на закладывает супер рыхло и скажем так очень мало грамм туда запихивать ну не в эту ложка да в принципе старого . бы часочек продержалась грамм 8 там вообще не вопрос обычные табаки типа дафта танжа дески чего-то прочего или вообще крупнолистного у вас запорят тягу к хренам собачьим чашечка по мне должна быть чуть доработана вот в общем чё я болтаю ребят давайте расскажем вам немножечко про десочку ds вкус blue berry blast всем известный черничный крамбл запихивать я в этот обзор не стал отделе хуки потому что это все-таки полноценный какой-то десерт blue berry blast пахнет как альфа кир чуть более сладко не думаю что нужны какие-то дополнительные комментарии просто пахнет как альфа кир хорошо ли плохо ли так шеф кальянчик может мы баню какую-то акцию для подписчиков 20 процентов и баню а мы поставим перед фактом учили перед фактом училить или да короче ребят приходите в марина говорите что вы с канала филы и трехи получаете скидончику 20 процентов почему бы и нет давайте закроем вопрос по дарксайду вкус приятный черничный достаточно не молочный не сухой не пыльный довольно таки приятный мне не нравится сторонний привкус табачки который чуть-чуть скажет так но не горьковатый я не знаю терпкий что ли хер пойми но этот вкус может применим более может быть более широко применим нежели наверное да 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 за столько я скорее всего взял себе с большей вероятностью чем деску но деске применение скажем так больше пока что к сожалению или к счастью наверное это лидер пока что этой передачи вам может показать что десочка нам все-таки наконец-то занесла нужную сумму но нет друзья я сам немножко в ахуе что мы сейчас это хвалим этих пацанов дальше на очереди у нас идет обзал табак который по легенде невозможно сжечь я очень советую вам не обращать внимание что самый вкус кислый вкус на планете рад черри обратите внимание на голубику на что там еще короче еще какие-то синие ягоды обзала это настолько кисло я с ними дело вообще самый кислый коля в своей жизни вот там рад черри вообще не не был рядышком и азал кистит просто будет здоров по крайней мере раньше сейчас он даже тактильный немножечко другой из упаковки обзал пахнет как обычно с небольшой кислинкой приятно не скажу что черника пахнет пахнет просто какой-то кислый резкой ягоды возможно в перемешку с ацетоном по-хорошему с ацетоном кальяном скажем так употребление слова ацетон это не значит это мерзко это значит просто едко я не знаю что это говно вот это черника который скорее всего вы можете попробовать просто придя в какой-нибудь ресторан и попросив кальяна с черничкой это самый среднестатистический вкус черники катодка которым пахнет от любого кальяна наверное кислый вкус наверное один из самых ярких кислых вкусов представленных сейчас подойдет в очень большое количество миксов именно как кислинка нейтральная кислинка не как самостоятельная ягода именно просто как ягодный фон те же морсы всякая херня тоже залетит вот но за стойку вряд ли бы я убрал потому что если говорить о кислинке то скорее всего есть и другие альтернативные альтернативы чем за стойкой можно заменить вот нужную кислинку говоря о чернике точно не лидер субъективным субъективно а может объективно друзья кстати пишите свои впечатления потому что черника вкус довольно таки популярный довольно таки спорный и люди реально делятся уже на много много лагерей когда говорят о том какая черника хороша какая плоха мы движемся к финишной прямой друзья давайте сатир чик вы видели мем про амбассадора сатиры амбексатиры каль кальянчик такой винни-пуп обычно сидит кальян и мастер тип пизод винни-пуп сидит и вот этот в костюме блять амбексатирование да смешно ты хочешь можешь заглянуть сюда трех и рассказать про сатировский blue sirius короче мне это черника не нравится совсем она она резиновая вот это прям тот самый вкус резина в перемешку с blium is the same это какая-то херня понимаю черники но это не херня в понимании просто крепкого ягодного фона наверное я как многим черником сказал что это применимый на как ягодный фон но это неспроста потому что черника вкус 9 сложный толи для меня непонятный я его именно как самостоятельный вкус черники использую только два три вкус это дафт наверное альфа че наверное там элемент какую-то использую вот остальные все у меня идут просто скажу только заполнение пространства в Сатира та же история, сладкая, немножечко химозноватая, не особо приятная, но для соло по куру, кстати, очень даже неплохо зайдет. Когда вам нужен ненавязчивый ягодный кальян, почему бы и нет? Почему бы и нет? Но, скажем так, в морсе на худой конец можно и в чае тоже можно. Кстати, друзья, как вам идея запустить прикольный стримчик на какую-нибудь заданную тему? Пишите в комментариях, хотите ли вы стрим прикольный сделать? Мы можем к стриму привязать какой-нибудь розыгрыш, какой-нибудь опрос прикольный, посидим побазарим на тему мемов. Треха мастер спорта по мемам, между прочим, заслуженный мастер международного класса вместе с нашим оператором. Ладно, давайте закрывать вопрос по элементу. Последняя, крайняя чашечка наша. Блядь, она не прогрелась, мы ее последним, сука, курим. Короче, друзья, элемент заебал не греться. Все просят от элемента глобус, я прошу от элемента немножечко жара. Жара... Меньше жаролюбивости, да, тубус. Вот это пахнет прикольно, это пахнет, грубо говоря, дафтом, если убрать оттуда молоко. Вот это реально настоящая черника, заебись. Правда, это линейка земля, это очень крепко, я сейчас, наверное, отъеду к хренам собачьим, но это уже вкусно. Оно не гретое, пока что мы чувствуем только ароматику, без лишней какой-то накуриваемости вот этого листа их нового, скажем так, линейка земля. Фух! Бля, мне давит на горло. Окей, из упаковки пахнет лучше. Это на вкус как нормальная настоящая черника, сорванная прямо из леса, но с добавлением какой-то резины. Какой-то резины, неприятно. Это не та резина, знаете, что люди сравнивают, например, нахлотский персик с резиной, что еще там, танжевский... Вот это, наверное, кстати, да, это, наверное, дафт в перемешку с танжевской черникой. Вроде бы заебись, но вроде бы какая-то резина, но применение у него довольно-таки широкое и чисто как черник. Он зайдет, если нормально с жаром поиграться и подобрать нормальное сочетание к нему, и в морсовой истории зайдет, и в фоновом зайдет, и просто в ягодной комбинации зайдет неплохо. Но вот этот привкус мне немножечко не понравился. На выставке я его курил немножечко другим, он мне больше закатил. Не скажу, что здесь кальян у нас, блядь, пропитался всеми другими черниками и прочая хуйня. Ребята, это все туфта собачья. Кстати, курим мы на ДСХ. Если вы думали, что это мы первые сильно ошиблись, не просто по внешнему виду, но еще и по ценнику. Эта штучка стоит у нас 6 тысяч рубасов. Тут можно даже открутить мустучок и курить с маленького мустучка, прикиньте. Вот этот Винни-Пух в костюме открутил. Окей, давайте подводить итоги. Последнее место, скорее всего, для меня занял Авзал с Танжом и прочим-прочим. Дальше, наверное, идет Кобра вместе с Альфачом. Они не яркие, скажем так, мало где применимы. Альфач много где применим, только если вы с этим вкусом, с этим табаком работаете там более двух лет и, знаете, вдоль и поперек, и типа вы его используете больше, чем чернику. То есть для вас этот вкус не просто черника, а что-то еще. Вы знаете, как, например, Треха использует абрикос с сатиром? Не как абрикос, блядь. Для чего ты его там используешь? Альфакера? Ой, Альфакера, абрикос. Для кекса. Вот, типа, если вы используете Альфакер не только как ягоду, которая нарисована в упаковке, а еще как-то еще, то да, черника может быть зайдет. Но в контексте именно самого по себе вкуса этой ягоды нет. Последнее место Авзал и Танжики. Предпоследнее место Кобра и Альфакер. И дальше уже идет что-то поинтересней. Предпоследнее место у нас занимает Сатирчик, потому что мне он не понравился. Он вроде бы неплохой для соло-покуров, но в принципе как черника меня он не устроил. К нему же мы поставим Нахлу, потому что она не яркая, но чуть получше Альфача. Самое последнее место Авзал с Танжом. Предпоследнее Кобра с Альфачом. Предпоследнее место Сатир с Нахлой. И давайте выведем четверку лидеров. У нас четвертое место, наверное... Четвертое-третье между собой поделят Чебака с элементом. Четвертое-третье место Чебака элемент. Второе место ДСК. И первое, наверное, все-таки Дафт. Это просто субъективный рейтинг, который мало о чем может говорить. А теперь давайте поговорим о том, чтобы я взял за стойку, а чтобы взял домой. Тут надо смотреть в разрезе и цен, и в разрезе употребления в миксах. И опять же в разрезе крепости. За стойку, скорее всего, полетела бы у меня Чебака. Чебака и Дафт, как два табака, которые очень разные черники. Просто честная черника и сливочная. Крепкая причем сливочная черника. Плюс еще за стойку, наверное, вот как ни крути, я бы взял, наверное, Сатир. Все-таки крепость бы он поднял, и в комбинации с другой черникой дал бы, наверное, нужный вкус. Домой, скорее всего, пошел бы Альфач Нахлой и ну, хрен знает. Деско с Дафтом и Мастхэп. Можете сами выбирать. Вот такие пироги, друзья. У меня маленький вопрос к вам, друзья. Как вам идея сделать выпуски на вкус и цвет чаще? Например, не раз в месяц, а, например, три раза в два месяца. Но делать не самый популярный вкус. То есть, фисташковое мороженое, томаты обозревать, бекон или барбариски обозревать, хрен знает. Короче, пишите на ваше усмотрение, нужно вам это или нет. Я бы все-таки оставил, наверное, просто самые популярные вкусы и бы вытягивал. А мое мнение о чернике вы услышали. И на этом, я думаю, пора расходиться. С вами был Кальяна Блок Филы Трехи. Меня зовут Фил. Почаще гуляйте в такую сладкую погоду. Курите кальяны и любите своих женщин. Пока.